Привет всем, кто хочет стать профессионалом в мире биткоина. Если вы посмотрите это видео, никто не сможет обмануть вас. В сети биткоина есть баг, который позволяет осуществлять двойную трату биткоина, о чем я сегодня расскажу. Чтобы не попасться на двойную трату, никогда не завершайте сделку без одного или двух подтверждений сети. Потому что в транзакциях с нулевым подтверждением, возможно, двойная трата. Ее можно совершить, используя кошелек Электрум для ПК и технологию замены комиссии РБФ, чем недавно воспользовались четверо злоумышленников из Канады, ограбив 112 криптоматов. Давайте разберемся, как это делается. В настройках кошелька Электрум ставятся галочки на вкладке Комиссии, Указать комиссию вручную и использовать возможность замены комиссии, она же РБФ. На вкладке Транзакции ставится галочка Использовать адреса для сдачи. Затем отправляются биткоины с одного адреса на второй адрес. Комиссия при этом ставится минимальная. Пять нулей, двести сорок Сатоши. Вот как32 киниз RGB. галочка и п Vega-2 шисла. Пять нулей, двести сорок Сатоши. Пять нулей, двести тормачьи scale эля . Стоим еще заселки напしゃли. Используйте с деколькуź Hour cик Karim Teng Seite за тропJenup. А мне это дhorичь, наверное, уб �ьkenиль, Комиссия настолько маленькая для того, чтобы транзакция долго висела неподтвержденной. Биткоин с неподтвержденной сдачи отправляется на адрес криптомата. Комиссия ставится такая же маленькая. Проверим, видна ли транзакция на обозревателе блоков BlockchainInfo. Транзакция появилась. Теперь криптомат отдает наличку или альткоины. При помощи РБФ изменяется комиссия транзакции родителя. Обратите внимание на хэш транзакции. Сейчас он вот такой, заканчивается на 210. К нему привязана транзакция ребенок. Для того, чтобы заставить ее исчезнуть, повышаем комиссию. Теперь смотрите внимательно за списком транзакций здесь слева. Транзакция ребенок только что исчезла. Как видим, на адресе криптомата стал 0. Проверим через BlockchainInfo. Возможно, транзакция сохранилась на нем. Транзакции нет. Также обратите внимание на то, что у транзакции родителя изменился хэш. Все, пока.